Бибигуль Мангазинская мать Тереза. Такое имя дали за добрые и смелые поступки литературному деятелю страны Бибигуль и Мангазиной. В этом году она отмечает свое 80-летие. Вклад в литературу и благотворительности известные октябинки, проживающие сейчас в южной столице, посвятили торжественную встречу в областной библиотеке. Заслуженный деятель Республики Казахстан Бибигуль и Мангазина – уроженка Шалкарского района Октябинской области. На всю страну она прославилась своим романом невзгоды. Бибигуль и Мангазина отличаются мужественным и бескомпромиссным характером, ставшим основой ее жизни. Она известный общественный деятель, кавалер ордена Курмет, президент Республиканского общества Бибиана. Она наша землячка, родилась в Шалкаре. В 17 лет, защищаясь от насилия, выпрыгнула из окна общежития и стала инвалидом. Но это не сломило ее. Она решила для себя стать женой и матерью, идти за мечтой. О преодолении своей тяжелой участи написала книгу, которая сразу стала популярной. Произведение перевели на турецкий язык. Бибигуль и Мангазина основала благотворительный фонд Бибиана. Она помогает семьям, чьи жизни были сломлены инвалидностью, дает материальную поддержку, чтобы справиться с тяжелым временем и встать на ноги. Общественный фонд Бибиана есть во всех регионах области. Основная цель – помочь инвалидам и семьям, воспитывающих особенных детей. В Шалкарском районе мужчине, у которого нет рук, фонд построил дом. Сейчас в Шалкаре при поддержке фонда строится реабилитационный центр. Земельный участок уже выбран на берегу озера Шалкар. 17 миллионов выделено из средств объединения на составление проектно-осмятной документации. Это дало старт строительству, которое финансируется государством. Всего центр обойдется бюджету страны в 1 миллиард 800 миллионов тенге. Двое шалкарских ребят получили от Бибиана грант на обучение в Медицинском университете. После окончания учебы они вернутся в Шалкар для работы в реабилитационном центре. Главным спикером встречи с молодежью стал почетный журналист Казахстана Жигабыл Кабахбаев, который посвятил многие труды изучению феномена Бибиана и ее литературным шедеврам. Инкара Карашаева, Бахаджан Едерина.